Субтитры делал DimaTorzok Мы снова в нескучном саду Мы ведем свой репортаж отсюда перед каждой игрой что где когда На одноименном портале, на портале что где когда.рф Я нахожусь в кабине ПТС, передвижной телевизионной станции Которая обеспечивает прямую трансляцию игры что где когда Сейчас я попробую отсюда выбраться Мы заходили уже как-то сюда В эту передвижную телестанцию Но в творческий отсек к режиссеру Георгию Жаринову Извините у меня вылетел микрофон Сейчас я поправлю Так, а сейчас мы зайдем в другой отсек к видеоинженерам Здравствуйте Здравствуйте Заходите пожалуйста Так Представьтесь пожалуйста Я Анна Мэтр Работаю здесь уже очень много лет И мы хотели бы вам сегодня показать как бы невидимую часть этой замечательной передачи Так что милости просим А вы кто? Я работаю начальником смены ПТС Как вас зовут? Алексей Ну и сегодня мы имеем возможность показать вам ту невидимую часть телевидения Ту невидимую часть программы Как создается программа с аппаратной точки зрения Мы сейчас находимся в ПТС Называется ПТС-11 Почему 11? Это номер какой-то? Это еще с советских времен пошла нумерация наших передвижных телевизионных станций Мы находимся в инженерном отсеке И собственно говоря Мы видим аппаратный комплекс Который, собственно говоря, осуществляет создание этой передачи В общем мы так подумали Вспомнил, что эта передача всегда была связана с ПТС Все площадки, которые участвовали в съемке То есть это и кафе-целес-центр Останкино Это и особняк на Герцена Это и селес-целес-центр Это и эта площадка в Нескучном саду Это все площадки, которые... Съемка, которую осуществляла ПТС Вот, ну а эта площадка, естественно, она сама по себе уникальная Потому что передача создается не в стенах телецентра Не в оборудованном помещении для съемки А именно в Нескучном саду В памятнике архитектуры В общем, в историческом здании В общем, в том месте, где телевизионная съемка вообще как бы... Ну, не предназначена для этого Поэтому мы создаем здесь условия Благодаря вот этому аппаратному комплексу Чтобы выходить в эфир именно отсюда Причем передача изначально выходила в эфир прямой здесь И работали ПТС разные В данном случае работает цифровая ПТС У нас стоят цифровые камеры Здесь профессиональное оборудование Томпсон Используется камера ЛДК-6000 Вот, для создания антуража и, собственно, атмосферы в зале Чтобы это смотрелось Используется широкоугольная лодочка Вот Так вот осуществляется съемка в зале Олексей, объясните тем, кто не понимает Цифровая от аналоговой чем отличается ПТС? Как я говорю, используются камеры уже Которые дают смотреть цифровой сигнал уже А попроще вот тем, кто совсем в этом не стечет Совсем просто Были камеры аналоговые, у них стояла трубка Шел сигнал, другое преобразование сигнала А здесь, понимаете, уже эксперимент с правой матрицы И разрешение лучше, и четкость лучше Поэтому вот так вот, это совсем просто То есть оборудование современное Что еще вы хотите нам рассказать? Мы можем показать Да, чем вы занимаетесь непосредственно во время эфира? Что у нас здесь находится? В первую очередь, это управление в управляющей панели Мы видим То есть сигнал из камер приходит на плазменной панели В передаче используется 6 камер И плюс еще 2 камеры, которые выполняют функцию мини-крана в зале Вот мы видим с нее картинку И камера, которая находится в люстре Она показывает пяровой стол Она вмонтирована в люстре? Да, она вмонтирована в люстре Все это приходит к нам сюда И, значит, в данном случае здесь находятся инженеры Каналов за этим столом И здесь выставляется значение диафрагмы И цветовой баланс И, в общем, полная стойка камеры осуществляется здесь Дальше мы видим стойку с записывающими постами В данном случае используются аналоговые манитофоны И мы записываем здесь передачу на видеокассеты То есть программа пишется на кассеты? Да, программа пишется на кассеты Программа также пишется на DVD-рекордеры Для архива, для монтажа последующих Слушайте, а сколько кассет дублей есть? Мы пишем две кассеты для редакции И мы пишем свою рабочую копию на всякий случай Анна, по-моему, этим занимаетесь вы? Да, да Я этим занимаюсь уже много Большой радостью, с большим удовольствием Потому что программа интересная Создается все минуты, но сейчас Конечно, это колоссальный плюс, что это в прямом эфире Это интересно А сложность в чем вот вашей работе? Ну, сложность, понимаете, ведь это же как бы живая картинка И секундная работа, 7-минутная работа Поэтому надо очень вдеть за картинкой, за звуком И за некоторыми нюансами, которые будут возникнуть в прямом эфире Это особый режим Я могу добавить, что сама по себе программа Она сама по себе уникальна Поскольку не все знают о том, что Мало того, что это прямой эфир Что вся программа создается здесь В ТС То есть никакой обработки в центральных аппаратных телецентрах не происходит То есть здесь мы формируем картинку Мы покажем сейчас в режиссерском отеле, как это происходит Здесь же монтируются и видеовопросы То есть возбуждение идет отсюда Здесь же и в эфир выдается реклама То есть полный цикл создания передач рождается здесь в ТС И дальше мы придаем сигнал на радиорулейную станцию А что это такое? Это тоже машина Вы туда можете следить В ней находятся передатчики, которые осуществляют передачу сигнала По высокочастотному тракту на приемную аппаратную телебашню Телебашня, сигнал опять же демодулируется Перевращается в аналог и выдается в центральную аппаратную А центральная аппаратная находится в астанке? В астанке, да В астанке 3 это аппаратная, это АСК-3 Там она просто выводится на эфирный пульт И режиссер эфира выдает уже нашу картинку сформированную просто в эфир Дальше сигнал идет опять же на телебашню, на передатчик И собственно говоря на весь охват нашей Москвы и Московской области И на спутник, да? 120 километров, так же на спутник уже в цифровом виде Вот, то есть я говорю еще раз о том, что уникальность в том, что все рождается здесь, в этой машине И готовая программа уже исходит отсюда Мы сейчас покажем, наверное Да, если нас пустят Ну, если нас пустят, значит И не сейчас, тогда чуть позже Ну что ж, мы показали, значит, управление, как осуществляется камерами Ну, вот, притча закрытая диафрагма, все это вполне инженеры А, открытая диафрагма, можете поподробнее об этом? Что это дает на картинке? Дело все в том, что, значит, съемка происходит в зале при очень ярком свете И для того, чтобы баланс яркости был как бы неизменен Когда свет включается, идет уже засветка Свет грязный, включается люстра То есть свет уже в зале постоянно изменяется Соотношение, оно регулируется Мы не можем поставить автоматический режим Оно регулируется именно вручную То есть инженерный камер под канал То есть может быть засветка, да, если не регулируется? Если не регулируется, конечно То есть автомат не всегда сработает Поэтому это именно занимается этим наш инженер Здесь контрольный монитор Здесь управляющий компьютер, который осуществляет управление коммутацией Настройки, синхронизация В общем, машина сложная и управляет компьютером Естественно, настройки происходят вручную И здесь устройство контроля Что означают вот эти изображения на мониторе компьютера? Здесь мы видим осциллограмму сигнала Здесь мы видим звук В котором приходит звуковой аппарат Мы к нам сюда Мы это все контролируем Вектороскоп В общем, все это Здесь мы контролируем именно параметры сигналов И отвечаем за то, чтобы Качество картинки соответствовало Скажем так Принятым стандартам Вот здесь вот есть пульт связи И постоянно, если какие-то у нас замечания возникают Центральный аппарат Мы с ними общаемся и отвечаем на их вопросы Если надо, корректируем что-то Какие, например, вопросы обычно бывают? Ну, это прямая трансляция И бывает, что что-то, как им кажется Ну, выбивается, скажем так, из ГОСТа Но бывает, что это просто задумка режиссера Скажем, идет звук с реверберацией Когда мы снимали весеннюю серию У нас был еще интересный момент Мы ставим панорамную камеру И на ветках, правда На высотном здании Академии наук И когда мы выходили в эфир Там голос ведущего Отпустили с реверберацией С таким заниженным уровнем То есть в эхо, да? Да, в эхо Ну, естественно, был вопрос С реверберацией, а почему вы выходили В этот уровень? Они были не готовы к этому? Ну, они просто были удивлены На что мы ответили, что это Если связаться со звукорежиссером Это просто такая задумка То есть, в общем, все, что выбивается Все вызывает вопросы Но мы стараемся Как правило, вопросов нет Как правило, и картинка, и звук соответствуют Принятым гостам Что мы отвечаем Если что-то там бывает Немножечко отличается То мы, естественно, стараемся Как-то коррективы Как правило, это не произвести Алексей, давайте зайдем Туда Так, что мы видим здесь? Здесь мы как раз видим Те самые воспроизводящие посты Ну, переведите, пожалуйста Ну, это монетрофон Из которых идет сюжет Программу То есть, видео-вопросы Да, видео-вопросы Реклама Реклама тоже запускается Из ПТС Да, да, да Все идет с видеокассеты И, значит, здесь сидит Помощник режиссера Который по команде Существляет воспроизведение И рекламы, и вопросов И даже Вот когда представляют Подарок Книгу Ага Это все идет отсюда Все приходит на Видеомикшер Режиссерский пульт За которым сидит Георгий Жаринов Да, где-то Георгий Жаринов Вот вы видите Мнемоники Это нумерация камер Ну, что, простите, видим Ну, например Обозначение камер А, вот КАМ1, КАМ2 Да, да, да Это, значит, как ему удобно Вот так они выставлены То есть, ему так удобнее работать И таким движением Существляется коммутация Есть функция преднабора То есть, чтобы перейти микшером Скажем, на одну камеру, на другую Мы выбираем преднабор И выбором Существляем видеокоммутацию Как это происходит Ну, те самые манитофоны Обозначены ВТР1 и ВТР2 Тоже имеют свою кнопку Здесь В общем, промутация происходит вот так Еще одна специфика передачи Это люстра Тоже Возникает вопрос Как лед сигнал туда Люстра с мониторами Которые висели на зале Да, да, да Вот мы видим здесь Компьютерное оборудование Нашего, так сказать, специалиста По этим технологиям Максима Из этих компьютеров В люстру Также через видеомикшер У него есть Находится Ну, можно показать Специальная Выносная панель Он осуществляет Также коммутацию Всех сигналов В мониторы люстры Естественно, они идут через Его компьютеры Это и фотографии Это и счет Это и Также коммутируется туда и видео Плюс ко всему Здесь же формируется компьютерная графика То есть Это и плашки Это и титры То есть Все опять же идет с этих компьютерных станций Все переходит на микшерный пульт И уже отсюда Полностью сформированная программа Выходит от нас В релейную станцию А дальше в центральную аппаратную Ну, естественно Еще существует приемная аппаратная Радиорулейная На телебашню Ну, это так Если сдаваться Где-то между рестораном Седьмое небо, да? Ну, да А там Если вы Чуть пониже Посмотрите на телебашню Вы видите посредине бублик Стоит из двух этажей Вот там как раз находится Именно радиорулейная аппаратная Которая осуществляет прием Вот таких вот программ Которые Идут в прямом эфире Именно посредством радиорулейной станции Алексей, а вот сейчас Эфира еще нет Которые сейчас 22.20 Эфир у нас в 23 часа Сейчас уже передается Картинка В Останкино? Да Мы передаем картинку Только мы включаемся Это происходит Практически весь день Мы включаемся Ну, по 12 часов И уже сразу Мы сдаем сигнал туда То есть весь тракт уже запущен Для того, чтобы Там уже контролировали Наш сигнал Принимали То есть Это уже начинается Собственно говоря Прохождение тракта Вот в это время И все это время Машина уже включена В 12 часов Камера включена И в общем Мы уже в боевой готовности Натальше Хотел бы с Анной поговорить Анна, скажите пожалуйста А какие-то Форс-мажорные ситуации За все то время Что вы работаете На что, где, когда Случались? Ну, конечно, случались В последнее время К счастью нет А были Оховые ситуации Когда Дизель останавливался Дизель это Который нас питает То есть Все электричество Как мы вам рассказывали Идет от дизеля Да Это было так Еще одно Что Мы находимся В нескучном саду Все питание у нас Автономное То есть Питание и домика И машин Все аппаратные Осуществляется При помощи Дизельных генераторов Естественно Существует Резерв Питания Полностью автономная Съемка И бывало Что отрубался Дизель Ну, это было Один раз На моей памяти За столько лет Ну, вышли С положения Буквально Приворошила Еще 5 секунд Была остановка Буквально То, что Дозволялось 5 секунд Это были Дозволенные Секунды Остановки Кого-то технически Неисправили Как это отразилось На передаче Ну, никак Было черное поле И все Пошло к нам Я могу что-то И забыть Пусть меня простят Но Сейчас на самом деле Такие ситуации Сключены Поскольку у нас Есть и резервный Дизельный генератор У нас есть и блоки Без терапинного питания Так что Если даже Выключится Электропитание Передачи Протразиться Никак Никак Абсолютно Слушайте А вот если Погодные условия Плохие Гроза, например Ну, это касается Только Камеры Возможно Которые Мы ставим На улице На улице В саду Ну, там с ним Может быть Что-то Зальет Там Уптика В домике Работает 4 камеры 2 камеры Работают В саду Это камеры Группного плана И камера На операторском кране Которые На музыкальной паузе Да, используются Конечно Вы понимаете Что они Как они на улице Они, естественно Под чехлами Но все может быть Они накрыты чехлами Операторы Иногда Вооружаются Платочками Специальными И поэтому Протирают объекты Протирают Да, помогают Нам Всегда хорошая погода На музыкальной паузе Операторы Выбегают Как правило Все В сад Для съемки Для подсъемки Бывает, что и дождик Морозил В общем Мы Всегда в напряжении Потому что Это, во-первых Прямой эфир Во-вторых Все может произойти Здесь Как правило Существует Резерв Камерный В том числе Как правило Если что-то происходит Режиссер Обязательно перейдет На другую камеру То есть Нет такой погоды Нет Сильный ветер Если Как это Передача состоится В любую Погоду В любую Погоду Поскольку Мы здесь работаем И в 30-ти градусный мороз В такую же жару И осенью И зимой В общем Это уникальная По своей технологии Передачи Не знаю Зовете ли вы Вторую Такую На нашем Телеэкране Я не знаю Где Передача Столько лет Выходит в эфир Прямой Причем И Передача Формируется Именно не в стенах Телецентра А вот так Не скучно Не скучно Саду Вот давно Интересует вопрос А куда же Уезжают ПТС После эфира ПТС У нас есть Собственный дом Это Владыкино Бывшая Пожарная часть Которая Была отдана Я уже не знаю Сколько лет Там Огромные боксы Для каждой машины И огромный Общий бокс И мы там живем Там есть Административный этаж Где можно Поплотить Там Начальство Все Столовое И там мы живем Красивый двор Мы его Зеленили Посадили Красивая Кломба И там Очень приятно Скажите А сколько Таких машин Вообще В телецентре В телецентре Не знаю Но мы Которые Принадлежат Телецентру У нас В общем-то Две Это сложный вопрос Машин много Машин очень много Мы у нас Мы работаем То есть наша смена Работает на дух Это ТС-11 ТС-6 Которая собственно говоря Начинала С электросляции Но когда она была В старом варианте Сделана Еще на камерах Пробочных И гигами Кстати Те кто смотрят Сейчас записи Которые выложены На сайте Что где когда Вы можете увидеть Такую особенность В этих съемах 90-х годов Когда вносят свечи Там на экране Такие тянучки От Пламени свечи По всему экрану Это особенность Трубочных камер Которую очень любил Оператор-постановщик Александр Пукс Очень любил эти камеры Очень долго Они не хотели От них отказываться Когда уже были На вооружении Цифровые камеры В общем Это придавало Свой особый антураж И постановку Передачи В общем Такое театральное Действие Которое до сих пор Лично меня При просмотре Завораживание Кстати И некоторые операторы Работающие на этой передаче Многие годы Работали Монтерами В нашем отделе Поэтому Они знали Эти камеры Изнутри И поэтому Были прекрасными Операторами Прекрасными Уникальными Потому что Они знали Весь процесс От и до И не надо было Говорить Что нужно делать Они все прекрасно знают Только режиссер Откорректировать Сейчас передача Пребрела Несколько Такой Современный Оттенок Уже Нет Того Что Новое время Новые ритмы Да Поэтому Здесь более Такая Живая Картиночка У нас Сейчас Тем не менее Мы За качество Боремся И думаю Что это все Будет достойно Скажите А любимые Знатоки У вас есть? Да Конечно Знаете? Ну мне нравится Очень Блинов Потом Очень нравилась Девочка Из Ленинграда У меня выскочила Из головы Ее фамилия Гонделян? Нет Такая Очень симпатичная Девочка Честно Вспомню У меня Простите Моя забывчивость Ну много Было Из Ленинграда Очень много Да Ну кто еще Ну Друзь Ну это как бы Наша молодость Ну и многие Другие Не хочу Обижать Потому что Если существует Это передача Если она будет Существовать Вещь Стабильна В этом отношении Все стабильно Мы очень будем рады Работать на ней Столько Сколько Нам Алексей А у вас Любимые Передача В 90-х Это и Ленов Это и Винятин Это и Гонделян Это и Грусь Естественно Но вот Именно Я могу их назвать Именно как Любимых Героев Что ли Эта передача А вот сегодня Играет команда Козлова Как вы к ней Относитесь Андрей Анатольевич Очень Такая фигура Знаковая По-моему Нас отсюда Уже Выгоняют Спасибо вам Большое Приходите Спасибо Приходите Извините Так А теперь Мы поговорим Со знатоками Которые пришли Сегодня В нескучный сад Лена Добрый вечер Как дела Прекрасно Ваши У меня тоже Сегодня играет Андрей Козлов Мы все Болеем Конечно И за Андрея И за его команду И очень хочется Чтобы наконец-то Была Прекрасная победа У этой команды Потому что Они заслуживают Самых Четыре Из лучших Игр Лена Скажи А ты прошлую игру Смотрела? Да Я прошлую игру Смотрела При этом Смотрела нетривиально Я не была в Москве Поэтому не пришла на эфир Я была в другом городе И в отеле У меня не было кабельного телевидения Спутникового телевидения Поэтому я пошла искать место Где можно посмотреть игру Интернет-клубов не было Я ходила час по городу Чужому совершенно мне одна И искала где бы мне посмотреть эфир А что за город? Это был Ереван Я была в Армении Я проводила молодежный чемпионат Армения А в конечном итоге Я нашла очень маленький отель Где был один администратор Я постучалась к нему И сказала, что мне нужно посмотреть что где когда Он сказал, что где когда Конечно Я смотрела эту игру с детства Да, пожалуйста Но у меня компьютер В конечном итоге Эфир я смотрела с одним наушником Второй наушник был в ухе У молодого человека администратора этого отеля Мы смотрели с невероятной задержкой Которая сменялась ускорением Темпа звука раз в пять Поэтому, к сожалению Я смотрела не все Видела не все Рассинхрон был, да? Был рассинхрон жуткий Картинка и звук не совпадали полностью При этом вот ведущий задает вопрос И понятно, что здесь должен быть текст А он вместо 20-30 секунд Длится 2 секунды Ну вот примерно так я и смотрела Ну я хотел спросить Как тебе Алена Повышева в качестве капитана? Ну если ты вот толком и не посмотрела То, что я успела увидеть Мне понравилась игра Мне понравилась Алена Она прекрасно держалась Была уверена И кажется, совсем не боялась Дебют всегда сложная штука Но мне кажется, что Алена справилась в полном мере Как ты считаешь? Она не конкурент тебе как капитан? Ну, сейчас У нас же команды между собой конкурируют Команда Козлова, команда Мухина, Косумова Ну хорошо, команда Повышева Команда Повышева не конкурент ли команде Потаниной? Безусловно, конкурент Ровно как и команда Косумова, Мухина, Супрановича И далее по тексту На провокацию не ведусь Ну, спасибо, Лен Спасибо Так, вот магистр Господин магистр Господин, мы тут Добрый вечер Как дела у вас? Благодарю вас, с вашими молитвами Да, конечно Вот сразу пришел вопрос Дмитрий Ямаледдинов Из набережных Челнов Спрашивает Хороший город Да Спрашивает Как вам, кстати, город? Что понравилось? Ну, он такой странный Он очень советский В то же время Там очень много хорошей молодежи Ну, вот Один из них Дмитрий Нетривиально Вам опять звонят, да? Кто звонит? Макс, я перезвоню Я сейчас в прямом эфире Извини Что за Макс? Мы его знаем? Нет, это мы Максов, кроме Паташева Много Удивительно Сразу вопрос Какой ваш прогноз на игру Козлова? Спрашивает Дмитрий Не могу ничего сказать Вот, ничего не могу сказать Надеюсь Ну, как Прогноз, это уверенность некая, да? Да Ну, или там С большей или меньшей степенью вероятности Здесь прогноза У меня нету Здесь у меня Надежда, что выиграют Потому что хватит проигрывать Им пора выигрывать Они могут это делать И им это надо сделать Иначе картинка сезона мне не слышится Мне кажется, они сидеть даже сегодня будут Немножко иначе Я не был на тренировке Вам виднее, посмотрим Ну, Козлов, он как? Андрей, он понимает В этой игре Самые маленькие тонкости И это только кажется Что вы, друзья, как не садитесь А за счет пересадки Одного или двух человек Может просто поменяться Картина команды Как в лучшей, так и в лучшей стороне Так что если Андрюша сделал так, чтобы кого-то пересадил Наверное, у него были какие-то идеи на это еще Надеюсь, что правильные Будем надеяться Александр, вопрос От Майи Озеровой Из Петербурга, неужели? Да Что вы чувствуете, садясь в одиночку играть супер-блиц или решающий раунд? Присутствует ли волнение, ощущение, как в омут с головой? Или же абсолютное спокойствие и полная концентрация на вопросе? Нет, ну тут очень большая ответственность, прежде всего, чувствуется И С одной стороны, казалось бы, да Ну что такое? Вот, ну силу на супер-блиц, да Это Такая ситуация, в которой, ну Ну, проиграл и проиграл Ну, это понятно, да Потому что это самое трудное из того, что может исполнить игру За столом Выиграть супер-блиц Сыграть супер-блиц, выиграть супер-блиц Вот Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, ну, наплевать, ну что Сколько он народу проигрывает С другой стороны, ответственность за команду, волнение очень сильно И плюс к этому это, ну, как, должен быть соответствующий настрой То есть это неимоверная нагрузка И меня поражает рассуждение Лучше извините, на форуме что-ли-когда В телекомпании графа разделе что-ли-когда С рассуждением, а вот почему не посадили там Эту девочку или эту девочку почему не посадили Ну, потому что девочки не должны играть супер-блиц То есть, так же, как девочки не должны, так сказать, рельсы, шпалы Там Заниматься какой-то такой несвойственной женщинам работой Которая Ну, если не физически, то психологически Просто Выкручивает их наскву А если девочка хочет сыграть супер-блиц Тоже не надо? Нет, если девочка хочет сыграть супер-блиц Пусть она попробует Ну, как, еще раз повторю Ни одна нормальная женщина не хочет таскать палы и рельсы И точно так же Ни одна нормальная женщина не должна хотеть играть супер-блиц Потому что это слишком сильная нагрузка Я же не говорю, что все женщины не могут играть супер-блиц Кто-то, наверное, может Тот опыт, который был здесь на играх Он самый печальный То есть Раз за разом это не приносило успеха Поэтому я говорю, что Это очень тяжелая нагрузка Эмоциональная Супер-блиц сыграть И незачем подтвергать своих Дам Такому испытанию Не, ну я понимаю, что там есть Это самое Есть Женщина, которая служит в армии Ну и так далее, и так далее Которая занимается какими-то типичными мужскими делами Ради бога Ну просто это Если им по вкусу, пожалуйста Если девочка хочет Что-то я не видел тех девочек Которые бы хотели сесть на супер-блиц второй раз Александр, а как вы думаете Кого сегодня Андрей Козлов оставит на супер-блиц Если он выпадет? Ну это очень трудно сказать Вообще это делается по игре И как говорят итальянцы Домашние расчеты с базарной ценой не сходятся То есть можно планировать Ну очевидно есть 2-3 человека Которые могли бы сыграть в супер-блиц В команде Кто из них там В какой форме сегодня Это лучше всех знает Козлов 2-3 человека Кого вы имеете в виду? Нет, ну я имею в виду, что в любой команде Есть 2-3 человека У нас, например, это я, это Левин И это Ну, Леня Климович Может быть даже Миша Дюба У него очень устойчивая психика Вот, Леня Тимофеев При всем уважении Он играть в блиц не может Но просто он эмоционально не готов к этому А как вы считаете Приз от Росатома Кто-нибудь Вот сейчас главный претендент Владимир Кукарский Осталось еще 2 игры Видимо в финале решится его судьба Как вы считаете Перебьет кто-то победу Владимир Кукарский? Ну, про второй я пока не знаю Ну, я, во-первых, не знаю, что это приз Может быть это экскурсия на Чернобыльскую АЭС А, нет, это Росатом Ну, юмор тонкий, да Нет, ну, понятно, да На самом деле Надо понимать, что это за приз Пока непонятно, что это за приз И это, наверное, правильно Потому что если бы люди знали, какой приз Они бы, наверное, сильнее тянулись Может быть А может быть, наоборот, сильнее оттягивались Ну, я как-то не очень Я не склонен размышлять о призах Которые разыгрываются в программе Ну, там Если есть за что, то наградят Если нет за что Ну, значит, нет за что Посмотрим В принципе И у Козлова Очевидно, есть кому играть в Супер Близ Есть кому выиграть Ну, и у Муфина тоже Правда, у Муфина меньше есть Возможности для выбора Но Та возможность, которая есть у Муфина Вот Она вполне способна Наконец выиграть Супер Близ Как-то расплавщицы сказали Ну, я говорю, что у Козлова На мой взгляд, есть и несколько людей Которые могли бы сыграть Супер Близ У Муфина По-моему, есть только Один человек Который способен На кого вы намекаете? Ну, есть такой человек И вы его знаете Нет, ну просто остальные Не по своему стажу Не по своей Ну, как сказать Не по своему психологическому складу Не способны Ну, вот От Илья Он способен Способен Если бы он так Так сильно не хотел его выиграть Он бы уже давно выиграл Александр 3-го числа 3-го июня В воскресенье Состоится прямая линия С ведущим Режиссером Постановщиком программы Что, где, когда Борисом Крюком А что это значит Прямая линия? Это значит Ну, будет поставлен красный телефон И ему все будут звонить Ну, приблизительно так Он будет отвечать На вопросы телезрителей Ну, вот Расскажите Я видел это объявление Меня заинтересовало Да, но мы принимаем вопросы Уже сейчас Скажите Вы можете что-нибудь спросить? Хотите что-нибудь спросить У Бориса Крюка? Ну, вот сейчас Прямо здесь и сейчас Нет Думаю, что И к третьему числу У меня вряд ли что-то Или вы как-то больше По телефону любите? Нет Ну, если есть какие-то вопросы Я могу с его разрешения Позвонить и спросить Но просто На мой взгляд Не честно Лишать Ну, как я так понимаю Время Или времени ограничено Как там Время ответов ограничено Будет в этой прямой? Да С 15 до 16 То есть прямо звонят И спрашивают? Или как? Нет В письменной форме В письменной форме А отвечает Это видеотрансляция Видеотрансляция Спасибо большое Нет Не хотите? Ну, вообще Это уже не первая прямая линия? Ну, или не первый ответ на вопросы? На нашем портале первая Нет, да Но, в принципе, это не первая Когда ведущий отвечал На какие-то вопросы Он уже отвечал Неоднократно И, по-моему, это все уже становится таким отчасти Описанным ответы на вопросы зрителей Которые задавали любимцу Робин Драната Тагора В Золотом теле Пророку Самуилу задают все время одни и те же вопросы Спасибо, Александр Да Кого-то выглядывайте Спросите Спросите, кого Я вам скажу, где Григорий Васильников Вот только что вот здесь Вот только что вот здесь А посмотрите дальше Он был, он там А, ну вот он, да Я говорю, только что-то был Лови Так Григорий куда-то торопится Алексей, можно к вам, нет? Добрый вечер Добрый вечер А как настроена игру? Не знаю, пока хожу, настраиваюсь Как вы настраиваетесь? Что вы делаете? Думаю о чем-то приятном О чем, например, у каждого свое ведь приятное, да? Ну, сейчас ходил, гулял, наслаждался московским свежим воздухом Правда, очень много комаров Да, меня тоже закусали Какие-то предчувствия, что-нибудь есть у вас такое? Да не знаю, я боюсь, как первоклассник всегда Садиться за стол всегда страшно Что я знаю, что там будет Какие-нибудь жуткие вопросы Сейчас как, куда соберут? Что мы будем с ними делать? Вы на все ответите, да? У вас такой настрой должен быть Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть-хоть Да, с хоть-хоть-хоть-хоть, да Как капитан ваш Вы, да, вы в кино-то сходили? Ну, конечно, да На какой фильм? Мы смотрели какой-то уникальный фильм про людей в черном Причем я был единственный, кто никогда не слышал, что фильм такой уже несколько раз выходил на экран И это продолжение Поэтому мне было смотреть интереснее всего Ну, вы обычно на дурацкие ходите, да? А как этот вы оцениваете? Вот он точно попадает в эту категорию Кто выбирал? Ну, во всяком случае, он сделан с юмором Поэтому вполне понравился Выбирал Андрей Козлов? Ну, капитан, конечно, да Но, к сожалению, сейчас очень большой выбор на такие фильмы Алексей Скажите, а вы на чем приехали? Вас Андрей привозит всю команду, да? В день игры? Ну, я вообще-то прилетел на самолете Это понятно Из кино Вы прямо из кино сейчас? Или? А, меня привез мой личный шофер У меня вот есть шофер Зовут его Андрей Козлов Да, я об этом и спрашиваю Я даже с большим интересом однажды на форуме прочитал анекдот О том, а кто такой Капустин? Представлений не имею Но шофер у него Козлов Ну что ж, Алексей, мы желаем вам хорошей игры и, главное, победы Спасибо Спасибо вам Леонид Извините, можно взять коротенькое интервью в прямой трансляции на портале что-где-когда РФ? Да, давайте Вы у нас впервые, да? Да, здрасте Вы передачу любите, смотрите? Любите, смотрите Ну, как вообще, как давно вы смотрите «Любимые знатоки»? Нам все интересно С детства Я смотрю с детства и люблю с детства Это всегда познавательно И вообще игра ума и упражнения ума всегда меня интересовали Особенно таких умов, которые сидят за столом и вокруг стола собираются А кто любимый знаток? Ну, я не знаю Прям любимый Не помню В детстве помню, но Рали Латыпов был хороший Да, да Сейчас, конечно, Саша Друзь Саша Друзь Вы с ним знакомы? Нет Но сегодня уникальная возможность познакомиться Да Да, воспользуюсь ее Скажите, а какими судьбами вы к нам? А так получилось, что, ну, во-первых, мы дружим с Борисом Криком Во-вторых, будем здесь снимать сюжет после того, как ребята сыграют Будем снимать сюжет для одного спектакля А мы можем подсмотреть прямой трансляции? Пожалуйста, это пожалуйста Можно, да? Пожалуйста, да Спасибо Тогда увидимся после игры Увидимся Спасибо Ростислав, здравствуйте Здравствуйте Леонид только что выдал, что какие-то съемки у нас будут сегодня после прямого эфира? Да, будут съемки, да У нас будет готовиться новый спектакль И у нас часто, ну, всегда в последних спектаклях есть какие-то видеовставки Вот одна из видеовставок будет сниматься сегодня Леонид нам разрешил, мы в прямом эфире сейчас прямая трансляция в интернете На портале что, где, когда РФ Леонид разрешил нам подсмотреть, то есть с камерой зайти Да, я разрешаю Леониду разрешить вам посмотреть Спасибо Ростислав, вы передачу как давно смотрите? Ну, собственно, я знаю Я думаю, в 80-м я первый раз посмотрю Ну, я не знаю, что я обязательно регулярно всегда смотрю Как игры сборной России начинать и ровно по футболу Но если у меня получается субботний вечер свободным, то я, конечно, смотрю А о чем ваш спектакль далось? Я не знаю О разном Называется, будет называться «Письма мужчин среднего возраста» Ага Понятно, то есть был «О чем говорят мужчины» две части, да? Нет, это спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста», по которому снять фильм «О чем говорят мужчины» А это «Письма мужчин среднего возраста», это «Другое» Так что понятно Ну что ж, увидимся тогда после игры Спасибо Это были участники знаменитого квартета «И» А сейчас вы видите Григория Гусельников с Ростиславом Хаитом Григория забрали Ну не переживайте, уважаемые телезрители, мы обязательно кого-нибудь еще сейчас найдем Пока я расскажу, что Григорий Здрасте Здрасте Как у вас? Уже, да? Тогда, может, после игры? Как вы скажете Спасибо Я могу и сейчас А, можете и сейчас, да Спрашиваю телезрители нашего портала Как вы относитесь к команде Андрея Козлова? Я к команде Андрея Козлова очень хорошо отношусь Это в каком-то смысле моя команда, потому что Хотя они об этом не знают Потому что я все время, когда они не играют, стою рядом с ними И поэтому они обсуждают все время Справа от меня разные версии А я в этом обсуждении принимаю участие Это для меня, если не любимая, то родная команда Я чаще всего именно с ними То есть вы как член команды Козлова уже практически Они об этом не знают Григорий От Анастасии Ильиной из Казани Сложно ли быть хранителем традиции И как часто они меняются? Очень сложно А в чем сложность? Именно в силу специфики ответа на второй вопрос, который вы задали С того момента, как вы стали хранителем традиции Продолжает Анастасия Они больше нарушаются или наоборот стали жестче? Не, они не могут стать жестче или мягче Это очень корректно Я надеюсь, что они нарушаются меньше Но лучше телезрителям это... Телезрителям виднее, конечно Еще вопрос Какая серия в клубе вам больше нравится? Какой сезон? Весна, лето, осень, зима? Мне нравится зима Почему? Потому что в клубе не так жирно Но ведь сейчас, вот перед игрой, да? Как хорошо Тепло Ну это здесь Листочки А там будет очень жарко Мы откроем окно Да нет, ну зимой, во-первых, больше игр Там финал года Какое-то, окончание года Нет, просто То есть вы любите, когда разыгрывается что-то большое и красивое? Я все люблю по совокупности ключи Ощущения лучше Хотя лучший месяц в Москве это май Но вот к нашему помещению, где снимается замечательный эфир Выходит в прямой эфир Да, выходит в прямой эфир Правильно, мне поправили Это любит Это все равно жарко Что пожелаете команде Андрея Козлова? Победу Что нужно? Спасибо Заканчиваем Заканчиваем все Заканчиваем Так, уважаемые телезрители Я напомню, что 3 июня в 15 часов на портале «Что, где, когда» Состоится прямая линия с ведущим и режиссером-постановщиком программы «Что, где, когда» Борисом Крюком Вы можете прямо сейчас задать свой вопрос На главной странице сайта есть баннер Вы на него кликаете и открывается форма, куда вы пишете свой вопрос А мы встретимся после игры Вот, посмотрите, домик Туда заходят уже последние знатоки Буквально через 8 минут начнется на первом канале прямая трансляция игры Игры Андрея Козлова Увидимся после Субтитры подогнал «Лософия» Крыжное подогнал «Лософия» Игры Андрея Козлова Крюшное подогнал «Лософия» Туда заходят уже последние Субтитры подогнал «Лософия» С нами вместе пускай запоет, кто весел, кто смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет, пара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Субтитры создавал DimaTorzok